Сам не платит и другим не советует. Почти год житель поселка Доломитовый получает некорректные квитанции за вывоз бытовых отходов. Долг за услугу уже больше 8 тысяч, но гасить его мужчина не собирается. Как и его соседи. Почему, расскажет Дмитрий Коньков. Как утилизировать отходы фангат Шахуддинов может поучить даже экологов. Все, что горит, пенсионер отправляет в печку. Органические отходы выносит на огород, поливает специальным составом и превращает их в удобрения. Избавляется мужчина и от пластика. Сдает в переработку. Единственная бутылка, я его с февраля месяца собираю. То есть, а когда в мае месяце они только свои, которые идут, пиво пьют, они бросают, канаву собирают. Фангат Аскамович и его соседи по поселку Доломитово просто вынуждены утилизировать отходы самостоятельно. Контейнеров для сбора мусора на их улице нет. Да и машину, которая раньше собирала с улиц мешки с отходами, они не видели с мая. Написали объявление, что будет вывоз мусора по частному сектору. Ну, это сколько, может, раза три-четыре мусор вывезли. И все. Представители регионального экологического оператора подтверждают. Сбор мешков с отходами в поселке прекратили еще летом. Тогда же оборудовали несколько контейнерных площадок. Согласны установить еще, но для этого необходима инициатива жителей. Если жители желают поставить, ну, скажем так, возле своего дома, да, контейнерную площадку, то им необходимо обратиться в экологический фонд города Перуральска с данным заявлением. Но жители считают, услугу по вывозу отходов им не оказывают. Зато коммунальные квитанции приходят регулярно. Неправильные. У фангата Шайхуддинова таких набралось 10 штук. От него требуют оплачивать вывоз мусора за шестерых человек. Это более 800 рублей в месяц. Пенсионер трижды приезжал в «Энергосбыт», объяснял. В его доме проживают двое. Но... Говорят, вы не переживайте. Мы вот эту вашу бумагу взяли. Я говорю, третий раз уже. Конечно, должно брать. Мы сделаем перерасчет. И так и нету. Я и больше не ездил. В компании «Энергосбыт», производящей начисления за вывоз ТБО, утверждают число жалоб на некорректные начисления в Первоуральске снижается. Корректировки в квитанции вносят по первому же обращению жителей. И фангату Шайхуддинову тоже произвели перерасчет. Человек обратился к нам с заявлением о том, что у него некорректное количество зарегистрированных. И ему был произведен перерасчет в августе месяце, что подтверждается квитанции. Но новые счета за вывоз мусора пенсионер оплачивать все равно не собирается. До тех пор, пока услуга, за которую требуют деньги, ему не будет оказана. Дмитрий Коньков, Руслан Гаскаров, Александр Захаров. Новости Первоуральск.